Если на секунду представить, что каждый из нас начинает вдруг толковать законность и грамотность составления различных важных документов по-своему, то несложно вообразить, что за этим последует. Конечно же, полный хаос. Избежать такой ситуации помогают грамотные специалисты, нотариусы. Печатной документой этого служителя Фемиды является гарантией подлинности документа и отсутствия ошибок, а потому и репутация такого специалиста обязана быть кристально чистой. Этого правила придерживается в своей работе и нотариус Брестского нотариального округа Наталья Хаританович. Эта молодая женщина помогает людям решать их нотариальные вопросы и разбираться с документами на протяжении уже 20 лет. Работа в нотариате приносит мне удовольствие. Ведь нотариат – это творческая работа, когда нотариус должен располагать своих посетителей к доверию, а это своего рода искусство. Да, работать нотариусом непросто, однако в моей работе мне нравится то, что, во-первых, каждый день приходится общаться с людьми, а каждый человек – это личность, которую нужно выслушать, понять, профессионально помочь. Я стараюсь, чтобы качество помощи было безупречным. И, во-вторых, то, что делаю я, как нотариус, оставляет след на бумаге. Найти подход каждому человеку, вовремя оказать юридическую поддержку, уметь быстро переключиться с одного нотариального действия на другое – главное – основательно знать все законы и права. Это лишь малая часть того, что выполняют служители Фемиды ежедневно. Но несмотря на то, что работа нотариусов не из легких, Наталья Хаританович делится, что за 20 лет она ни разу не подумала о том, чтобы ее сменить. Мой выбор упал именно на эту профессию, наверное, потому, что для меня это огромное счастье – помогать людям своими профессиональными знаниями, опытом, вовремя оказывать юридическую поддержку, правильно давать консультации. И, безусловно, самая большая награда для меня в моей работе – это добрые слова и пожелания посетителей, которые ко мне обращаются для того, чтобы защитить свои права и интересы. Этими же постулатами руководствуются и другие нотариусы Брестского нотариального округа. Профессиональная помощь людям с соблюдением всех законодательных норм – это их правила. В профессию они идут осознанно, не страшась небольших объемов работ, не изменений, которых в 2021 году было немало. В январе 2021 года вступили в законную силу изменения в закон о нотариате и нотариальной деятельности. Безусловно, все эти изменения направлены на улучшение нотариального обслуживания наших граждан. Очень важным является изменение компетенции местных исполнительных и распорядительных органов по совершению нотариальных действий. Из их компетенции исключены такие нотариальные действия, как доверенности, завещание и согласие. Это очень важный момент, потому что, безусловно, такие серьезные документы должны и готовить проекты, и удостоверять нотариусы, которые имеют соответствующее образование. Как правило, стаж работы и, безусловно, таким образом права граждан будут защищены. В связи с этим новшеством в законе о нотариате и нотариусами Бресской областной нотариальной палаты была проведена огромная предварительная работа. Начиная с 2020 года служители Фемиды готовились к предстоящим изменениям, а потому наладить процесс с началом года удалось быстро и безболезненно. Соответствующие условия для получения качественных нотариальных услуг жителями сельских населенных пунктов были созданы, но это не единственная трансформация, которой адаптировались нотариусы. Безусловно, не все просто. Конечно, нотариусам надо много работать, много изучать законодательство, но мы справились, я так думаю. Поэтому, да, работы много, да, необходимо знания постоянно обновлять, постоянно совершенствоваться. У нас Белорусская нотариальная палата очень много для этого делает. Поэтому, конечно, любое новое – это сложно, но тем не менее, когда ты понимаешь, что это нужно, тогда совсем другое отношение и совсем другая работа. Ведь свою главную задачу специалисты видят в том, чтобы помочь людям грамотно решить их вопросы, и они с ней отлично справляются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!